Русский человек И сегодня мы живем в 21 веке и видим таланты, но так хочется иметь тот же богатый цвет, который был раньше. И мы хотим данными программами не только прикоснуться к тому, что было в истории, но воскресить и дать движение жизни уже в новом поколении. И Дух Божий нам поможет это сделать. Поэтому мы не только дотронемся до золотого, до серебряного века, а мы достанем оттуда ту драгоценность, которую принесем в Божье присутствие и размножим Духом Святым. Потому что у Бога в Его Духе есть способность животворить. И поэтому мы хотим воскресить тот потенциал, который ушел раньше времени. Мы знаем, как много поэтов ушло в самом рассвете своих сил. Значит, потенциал не был реализован. И сегодня у нас с вами есть возможность его возвратить в русскую душу, в сердца, открытые перед Богом. Иван Андреевич Крылов. Ода из Псалма 71-го. Справка. Иван Андреевич Крылов. Русский публицист, баснописец, поэт, издатель сатирико-просветительских журналов. Более всего известен как автор 236 басен, собранных в 9 прижизненных сборников. Наряду с оригинальными, эта часть творческого наследия Крылова составлена переработанными сюжетами басен Лафонтена. Многие выражения из басен Крылова стали крылатыми. Родился 13 февраля 1769 года в Москве. Умер 21 ноября 1844 года в возрасте 75 лет в Санкт-Петербурге. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, подай царю Твой божий суд, подай царю Твой божий суд, И правду дай цареву сыну, да к пользе царство примет труд, да истину хранит едину, И кротко, как зарей зефир, ко всем странам прольется мир. Он не предаст сироты-вдов, на трон в лице, восседше Бога, Сомкнет уста клеветников, спасет и нища, и убога, Как солнце, вешнее с высот, прольет на всех он луч щедрот, Как напаяет землю дождь и проникает мягкую волну, Так сей, ко счастью, кроткий вождь прольет в сердца от раду полну, И не затмит его лучей вся толща туч, весь мрак ночей. К нему народы потекут, как в океан пространны реки, Цари различный дань дадут, он возродит золотые веки. И где конец земле, морям, предел его державе там, Как не исчерплем океан, его сокровища узрятся, Среди его цветущих стран довольство с миром водворятся, И дом его ко славе скор, Превысит верх ливанских гор, Его благоварит народ, Рабы, как чадо, будут верны, Предупредят зарей восход, От всех ему хвалы усердны, И мудрости его внемля, Ему восплещет вся земля. Господь, мы благословляем правителей в современном мире, Потому что то, что описано в этом псалме и в этом стихе, Оно касается благородства царской природы, Которая заботится о ближних и дальних. И мы молимся о том, чтобы ты возродил это благородство в современном мире И оказал милость жителям последних дней. Я благодарю тебя, Господи, что у тебя всегда есть выход из сложившихся обстоятельств, Поэтому все коварное, презренное, Все, что сегодня может мешать твоей воле состояться на планете Земля, Да будет оно удалено вместе с корнем из этого общества. А мы тебя благодарим, что это место не останется пустым, И ты знаешь, как насадить насаждение вечности, Насаждение благородства, Насаждение покрова, Потому что ты сказал, что каждый царь будет как защита от ветра. Я благодарю тебя, Господи, что ты знаешь, как это сделать. О май гад, лавина Клодос, Местас плидо фалилайт, Рувиткан добита лодос, Карафита лавит лодос, Карафита палилайс, Амира сутер акте вестас, Ливанда гута либас плест, Липина круда саливестас, Лапа натуре аравестас, Ливанда глори каравест, Суприда фарафадас, Липина каливадас, Ливанда гута либас, Капира каливитас, Айменда курявитас, Липанда витаплитас. Спасибо тебе, Господь. Мы славим тебя и превозносим тебя, что ни одно слово не пройдет из твоего послания к человечеству неисполненным. И мы благодарим тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok